Здравствуйте, приветствую вас на канале. Сегодня обзор на оховку арахи 3. Выглядят вот так. Коробка здесь вот выглядит вот так. Если что, я уже коробки показывал. Ладно, уберем. Вот, выглядят вот так. Все, я их кручу, это капец, это невесомость какая-то нереальная. Ну, короче, вот такие вот ботиночки на супер толстой и супер легкой подошве, как я не знаю, что. Плюсом здесь, конечно, проставочки, чтобы это подошло. Она никак не стачивалась, ничто с ней не происходило. Вот. Но супер-супер-супер. Здесь есть небольшая пронация. Не помню тоже, что-то не посмотрел. По-моему, они, что же, они, по-моему, идут то ли с пронацией, то ли без. Короче, кому надо, арахи 3. Найдите на сайте HOKA и посмотрите, кому это интересно. Весят они что-то 200-230, что ли, грамм. И это просто нереально легкие кроссовки. Вот это все ткань, которая супер, классная, эластичная такая, нормальная ткань. Ценник у них не дешевый, то есть стоят они примерно 11 тысяч. Вот. Найти сейчас уже можно со скидками. Со скидками это классно. Шнурки вот эти, они как резинки, они тянутся. То есть, они как резиновые шнурки. То есть, вы когда будете одевать, вы... Ну, плюсом еще, что резинки хорошо, они не развязываются при там ходьбе, беге, чем вы занимаетесь, да. Но выглядят как выглядят, да. Но подошла супер-классная, супер-удобная. В принципе, даже сравнить их по конечным. Как я говорил в предыдущем видео, скоро выйдет, кто, конечно, смотрел, если не смотрели, зайдите, посмотрите. Про Хоки, который горный, спид год-четыре, да, выйдет скоро и в Соломоне наподобие модели, и в Адидасе наподобие модели. То есть, все сейчас стараются, ну, пошли этой тоже технологией и хотят тоже, чтобы не отставать на выпускать что-нибудь типа такого. Но когда выйдут, они как бы уже есть, на них ценники тоже, как я и говорил, такие же 14, 12, 13. То есть, там нету ни за 5, ни за 6. То есть, когда идет классная пена, это не просто пена. То есть, эта пена, она, даже когда вы пробежали, она чуть-чуть примялась. Потом она все равно восстанавливается и делается в такой же форме, как она была. То есть, все здесь говорит только о технологиях. То есть, это не просто толстая подошва. Так что, это все технологии и, я не знаю, настолько супер удобные, легкие, офигенные, что это еще нужно поискать. А, вот здесь тоже обрезина. Вот это все обрезина. Здесь обрезина. То есть, вот это классно. Носок. Здесь сверху ткань, но внутри он тоже. Внутри него, вот отсюда идет там же такая же обрезина. То есть, там есть тоже резиновый носочек. Вот. И сейчас еще посмотрим, что тут за стельки. Ну, стельки Foco, кстати, очень классные. Ну, нету плохих стелек вообще. То есть, тоже вот такая же абсолютно, как предыдущая пена с резиной. Орта Лайт. Приблизимся, посмотрите. Тоже формованная, классная, плотная стелька. Внутри тоже так же супер. То есть, идет с перфорацией такая же тоже, такая резиновая маленькая стелька. И за ней еще одна стелька типа такого синтетики с чем-то. Как в Соломоне тоже ставят. Которая бывает, что комкается. Но здесь двойная стелька, двойная. Так что, и они супер, знаете, вот супер, как сказать, проветриваемые. То есть, ветер подул, прям комфортно, супер. Потому что, минимально. Здесь идет, помимо этой сетки, еще одна сеточка, чтоб мелкий там щебенка, песок, что-нибудь не попадало. Но прям супер они. Супер продуваемые, комфортные. На лето просто огонь. Кто для ходьбы. Просто классно. Тут, как в предыдущей модели, она стабильная. Здесь вы на пятки стоять не будете. Но когда буду мерить, посмотрите. Вы здесь будете ровно стоять как надо. Потому что плоская подошва, она идет вообще модель для шоссейного бега. И вам будет все комфортно и классно. Плюс еще вот это, то, что загнано. Типа, и у кого там плоскостопие, будет тоже, ну, исправлять. Потому что стельки ортопедические. Плюс здесь еще все-таки пронация есть. И она ногу здесь держит классно. Так что, вам будет в этом плане тоже. А, я аж потом приближаться буду, чтоб вы посмотрели. Производство. Производство Вьетнам. Как и предыдущих и предпредыдущих, короче, производство Вьетнам. Да. Занюхаю их в общем хейт-обзоре, что это такое. Ну, не знаю, выглядит бомба. Не знаю. Конечно, у всех по вкусу, по дизайну. Сейчас вот, ну, конечно, нету там вот это вот нравится. Некоторые модели, конечно, ну, насадили там, такие как конверсы. Каждый день про них трындит, что они там модные, что они там со всем сочетаются. И народ идет, берет этот кусок на подошве резины. И там, без всего, без технологий, джинса, резина, за пятерку, ну, это надо, я не знаю, головой тяпнуться, что ли. То есть, для меня это непонятно. Здесь есть технологии, как я и говорил, в подошве много технологий. Плюс подметка, что вы не стойчите это все. Сейчас есть такие же модели, тоже про это говорил. И в Demox выпустил модель тоже прям один в один. И там даже Merle какую-то модель выпустили. И Shakers выпустили такие же модели. Но это все не то. Вы когда померите, вы поймете, в чем разница. Плюс износостойкость тоже разная. Если эти предназначены там в районе 800 тысяч, это бега, то тени для чего не предназначены. То есть, там и никаких технологий нет. Там только вид. А вид за 4-5 тысяч, а то и там Merle и за 8. То есть, здесь вы покупаете технологию, суперудобство, суперлегкость. То есть, все сделано специально. А там вы покупаете только вид, без технологий, просто. Сделали вид типа такой же. Нифига оно не такое же. Там совсем другие подошвы. Ну, вообще верх другой более дешевый. Потому что, как я еще раз повторюсь, когда это же такое же повторил Solomon или Adidas, это также 14 тысяч. Потому что все технологии, когда это технологии, они не могут стоить дешево. Если точно такие же делать, она не будет дешевле. Такие бренды, как Hoka, Solomon, Adidas, они не берут ни за какое имя. То есть, у них нету вот этого ценника за имя. Там за имя процентов, я не знаю, 20. Что там? В Adidas и в Nike может чуть побольше, 20 может, да? В Solomon там может вообще 10. То есть, Solomon практически ничего не берет, что это Solomon. Там все в технологиях и в материалах, да? В Hoka так же. Тут за имя Hoka кто ее типа знает? Ее знают там в Европе, знают, в Америке то, что американцы сейчас едят. Ее как-то продвигает, как-то народ что-то узнает постепенно. То есть, еще путь только в Hoka начался. Хотя уже тоже прошло много лет. Но, Solomon-то не все знают, грубо говоря. Но, когда еще людям скажут, что такое Mizuno, там вообще Mizuno вообще никто не знает. Я не знаю, многие... Сока не скажи. Кто в них бегал, знает, что за модели. Классные, тоже удобные, с хорошей амортизацией. Но, говорю, фирм много. Все по-своему интересные, все по-своему классные. Но вот этой технологии пока мы еще вживую не увидели. Именно на других фирмах. Только пока все, что кто делает, это, ну, маленько не те фирмы, которые там все делают. За 5, за 4. То есть, они просто похожи. Они не являются той же технологией, как в Hoka. Когда выпустят это более-менее мировые бренды такие, как там Solomon, Adidas, да. Мы тогда сравним и посмотрим, что лучше, что хуже. Но уже ценники-то мы знаем. Это, говорю, от 12 до 15 тысяч. Так что, как говорится, хочешь технологичную, вот плати деньги вот такие вот. Ладно, сейчас еще небольшое. Приближаемся и смотрим, сближены, что там да как. А, блин, что я туплю-то. Я же это не сравнил. Короче, с чем хотел, вот недавно на эту обзор модель был, называется SenseFill. Вот она тоже легкая, да, вот как вот эта. Легкая, в принципе, комфортная, удобная, да. Я про нее обзор снимал, посмотрите. Внутри тоже вот здесь язычок так сделал. Вот эта пена вроде такая же, да. Но когда их меряешь, да, легкая, да, удобная. Но она далеко не вот эта. Она даже по виду не вот эта. Я уж не говорю то, что по комфорту она далеко не вот эта, да. Ну, сетка у ней, конечно, сетка здесь нормальная. Я про это и сказал. Сетка здесь хорошая, классная. Но вот это все, что было сделано для бега, это все, ну, блин, совсем ни о чем. Хотя там кто-то даже поставил дизлайк. Наверное, кто-то эту купил, а я ее вот взял и рассказал, что она ни о чем. Я всем говорю, не обижайтесь кому-то. Это мое мнение, я как бы просто много мерил. Да, если вы взяли за дешево, за что тут обижаться? Ну, вот она вот такая по виду, ну, ладно. Но комфорта она не доставит вот такого же, как доставит HOKA. Да, по технологичности в подошве именно, если брать. То есть, как X-Ultra. Вроде, что такое X-Ultra? Вроде вверх такой. Но вся технология в X-Ultra, там, в HOPRO 3D8, просто в HOPRO. Вся технология в подошве. В их подошве. Там, это самое дорогое, это подошва. Вот. Так что вот, даже их сравнить по легкости, по всему. И то, вот за это хотят 8 тысяч 8. Ну, за это 11, да. Но это намного круче, чем вот это. Просто по именно носке и удобству. Они офигенно удобные, комфортные. А я уж не говорю для бега, они в 100. Ну, короче, для бега они намного круче, чем вот эти. Ладно, вот так. Ну, эти зато, может быть, где-то кто-то, может, и купил задешево. Не знаю. Вот. Ну, хотя 8 тысяч. Сейчас приблизимся, покажу даже, чем отличаются стельки. Вот вам разница. Вроде такое же, а не такое. Погнали приближаться. Вот ботинки. Вот стелька. Вот здесь, видите, носок обрезиненный внутри. Это всё вот отсюда. Вот он. Это внутри. Сетка двойная. Шнурки, как резиночки. Самое главное здесь. Видите, вот этот, как неопреновая, типа резиновая стелька с дырочкой. И внутри её, и под ней ещё стелька. То есть, вот так вот это выглядит. Да. Подошва. Мягкая. Вот это всё для защиты. Для защиты. И Solomon WebVarm использует, который для пересечённой местности там WebVarm подошвы. Да. Теперь по стельку, я не знаю, показал, нет. Плотная пена с резиной прям плотная. Плотная формованная стелька Orta Light. Вот здесь написано, вот так перевернём, Orta Light. И размер. Вот я вам сейчас в Solomon просто за 8 тысяч. Хотя вы, конечно, смотрели обзор, видели, да? Вот тоже Orta Light, но она не стелька, ну вот стелька, видите, Orta Light. И здесь Orta Light. Видите? Она совсем другая. Я не знаю. Она формована пенная. Она с чёткой вот этой поддержкой, вот этой всей. А здесь, ну ничего нет, просто пена. Тоже Orta Light, тоже для Solomon делал. Это для Hockey делал. Ну вот вам. Вот разница. То есть за это надо платить. Да. Как и за это, конечно, но это дороже, чем это, да? Теперь по технологии, вот, как я вам говорил. Видите? Вот этот материал, так он под стелькой, у Hockey под второй. То есть у Hockey вот эта стелька идёт, резиновая. Под ней, под той резиновой, вот такой материал. Здесь просто сразу такой. Тоже надо платить. Двойная стелька Hockey. Да? За это тоже платить. За то, что тут подошва, ну, как бы, вот она, подошва. Здесь бока, а внутри-то она, вон, внутри сколько. Там тонкая-тонкая подошва. Вот. Только вот здесь вот она, и то, это вот это тоже всё, наплыв. Она не такая толстая. И пятка чуть потолще. Так 8 тысяч рублей. И здесь, пусть они 11, да? Но здесь совсем другие технологии. Они ещё и супер, блин, при таком виде объёмном, суперлёгкие, супертехнологичные. То есть, вот это всё, за это мы и платим денежки. Ну, вот так ещё покручу. Чтоб вы посмотрели. Язычок тоже, язычок тоже сетчатый, продуваемый. То есть, на лето вообще огонь. На лето просто нереальные ботинки. Будете ходить, радоваться. Сзади ещё вот эта вот штучка, она светоотражательная, да? А вот здесь нету такого светоотражения. Здесь ты будешь чёрный, ночью чёрный. Никто тебя видеть не будет вообще. Если и то, и то, и бегать вечером, то есть, в сенс-филах тебя видеть, никто не будет вообще, грубо говоря. А в этих тебя будут видеть. И спереди есть отражение. Это, конечно, ничего не значит. Как технологии это не стоит практически ничего. Но люди подумали и сделали. Так что вот так. Ну, вот такая вот модель. В виде, посмотрите, как называется, естественно. И сейчас идём её примерять. А потом и рейтинг выставлять. А потом и хейт на две модели. Погнали. Итак, примерочка. Вот так они выглядят. Так, сбоку. Так, сзади. Кто думает, что тут кроме толстой подошвы ничего нет? Сходите, померьте, поймёте, в чём прикол и в чём разница. Короче, сетка, ну, на ногу среднюю может быть чуть шире. Так что сетка тянется. Смотрите, сетка нормальная тянется, да. Потом взьём любой размер берите в Юкеях. 9 Юкея, если носите. Как в Соломоне. 9 Юкея, 9 Юкея. 27 с половиной постельки. Это ровно 42. Либо берите постельки, смотрите. Либо в Юкеях, кто знает свой размер в Юкеях. Так что, ну, с другими размерами, как я и говорил, хока не совпадает. Хока больше совпадает с Соломоновскими размерами. Вот. Стоишь в них чётко, нормально. Вот здесь классная боковая поддержка. То есть и поддержка, и, как скажем, хотя здесь пишут, что про нации, типа вроде. Я не помню, по-моему, про нации идёт нейтральная. Ну, а потом, или есть, я уж не помню. Надо, короче, ещё раз посмотреть про про нации. Вот так они выглядят. Суперлёгкие. 200 с чем-то грамм там. Офигенно, просто лёгкие. На лето супер продуваемые. Короче, как там реклама в какой-то машине была? Мерседеса, что ли. The best of nothing. Там написано было. The best of nothing, по-моему. Всё лучшее или ничего. Типа вот здесь также лучшее, либо ничего. То есть надо так к ним относиться. Либо берёшь лучшее, либо ничего. И ходишь дальше своих конверсов. Радуешься жизни, что есть конверсы, которые все офигенно комфортные. На целый день их удобно. И стоят недорого, всего 5 тысяч. За тряпку и резину. Так что, это вот. Короче, супер всё удобно. Супер всё классно. Сейчас им выставлю рейтинг. И потом будет хейт на сразу на две модели. То есть сразу на втором канале смотрите хейт. Хейт на две модели. Ну вообще супер. То есть в них нога просто ну спит. Спит на целый день. Вы их чувствуете. Вы их вот целый день, я вам гарантирую. Возьмёте вот эту лёгкую модель. Походите целый день. И вот после этого попробуйте чё-нибудь пойти и вот одеть. Взять макосины, походить на целый день. Взять конверсы там на целый день. Адидаскеды на целый день одеть. Я не знаю. Чё-нибудь такое надеть на целый день. В чём вы там ходили. Там Коламбию, Мэрл, любые. Взять и попробовать походить целый день в ботинках других. Вы поймёте в чём разница и за что вы заплатили деньги. Вот так вот. Кто не согласен, пишем в комментариях, как обычно. Это моё мнение. Я так думаю, я так считаю. Не согласны, конечно. Напишите. Почитаю, с чем не согласны. Ладно. Идут они... Идут они... На рейтинг. Итак, мой рейтинг сначала в Хокке, а потом уже среди других моделей. В Хокке 7-8. То есть цена... Есть модели тоже в Хокке практически похожие, да. Ну, неуловимые. Если брать для города, всё будет так же. Там больше для... Небольшие нюансы для бегунов будут. Вот. А если брать для города, то в Хокке 7-8, потому что они тут чуть-чуть на тысячу дороже, чем есть, короче, модели. Подешевле. Всё так же, только чуть дежевле. Из-за небольших технологий в подошве маленько других. То есть перепад маленько, другой вес. У этих там 250, у этих там 220. Но это только важно тем, кто бегает. Вот. Если брать среди других моделей за эту цену и для города, я этим ботинком выставляю, ну, примерно рейтинг 8. 8 из 10. 100% рейтинг. Цена, в принципе, нормальная. В принципе, чуть-чуть, конечно, да. И... Такого плана же что-то взять. Вот. Чтоб отвечало комфорту, классно. Чтоб... Ну, по вкусу мы не говорим. Вкус это вкус. Блин. Кому-то нравятся кеды DC. И кеды DC с этими ботинками, как сравнивать. Кеды, там, конверсы, которыми я гвозди забивал. Их тоже, как сравнить. Дубовые кеды, в них ходить невозможно. Но хотя там тоже всё естественно. Они на плоской подошве, у них даже перепада ни в одних кедах нет. То есть, вот в таких, как он конверсы взял, там, перепада нет, у тебя всё одинаково. Носок, пятка, у тебя там естественная ходьба до мозолей. Вот так вот. То есть, а стоят они пятёрку. А за что там отдавать за конверсы пятёрку? Это, я не знаю, дубовые кеды. Для какого там нафиг стиля. Короче, хрень полная. Вот. То есть, вот этим я выставляю восемь и среди других кроссовок за эту цену. Да, я не говорю про скидки. То есть, если возьмём там Asics, Nike, примерно такие же технологичные, что были, вот я им выставляю, ну, где-то, ну, пусть даже, ладно, не восемь, где-то шесть-семь. Короче, хорошо. Не хорошо с плюсом, а хорошо. То есть, вот так вот. Если бы они ещё стоили девятку, можно поставить рейтинг, было и супер-супер, там, практически десятку. Только цена маленько всё портит, но сейчас всё так. Ладно, сейчас будет после этого. Сразу поставлю обзор. Там на две модели будет хейт. На две модели, которая была в предыдущем обзоре, и на эту. То есть, хейт на две модели под кальян. Наверное. Так что, ждём. А-а-а-а-а-а!